Ну, притча о колониях, я думал, вы слышали. Но, повторим, еще и для наших онлайн-зрителей. Суть притчи в том, что есть две колонии. Она, конечно, основана на реальных событиях. Одна французская, другая английская. Значит, в английской колонии все в порядке. И никаких проблем нет, никаких бунтов, никаких восстаний. В французской колонии все время восстания, бунты и т.д. Значит, встречаются управленцы англичан и французы. И французы говорят, слушайте, что вы у вас там делаете? Вот у вас в колониях все в порядке, а у вас нет. Англичане говорят, а кого вы в вашей колонии поставили власть? Говорят, мы поставили нашего французского там... Лучшего выпускного саргона. Лучшего выпускного саргона, да. Поставили французского управленцев, лучших ведущих, которые должны, значит, заправлять колонию. И там все время бунты. Вот англичане говорят, вот в этом и есть ваша ошибка. Найдите среди местного народа местных дегенератов, криминалов, ларишек, гомосексуалистов. Дайте им власть над колонией. И вам не надо будет вмешиваться. Они все будут делать сами. Разграблять, отдавать, делать все, что необходимо для поддержания колониального сладуса колонии. Притча заключается в том, она основана на психологии любого народа. Любой массы людей. Если опасность извне, возникает естественное желание сопротивляться. То есть, если ты знаешь, откуда опасность. Если же опасность изнутри, у народа не возникает желание сопротивляться. Народ адаптируется. У нас была лекция о поселенном обществе. То есть, если изнутри навязана некая система. Или народу кажется, что она навязана изнутри. Народ не сопротивляет этому. Он адаптируется. Яркий пример. Красные Хмеры. Полбот. Слышали? Да. Там не было сопротивления. Это очень важно. Там людей просто миллионами убивали. Не важно под именем. Какой идеологии, зачем, почему и так далее. Там было массовое убийство. И этому не было сопротивления. Потому что это было навязано изнутри. То есть, если ты хочешь поддерживать колонии спокойствия. Чтобы народ смирился, адаптировался. Необходимо отобрать деструктивный элемент общества. Небольшой, маленький. И искусственным образом привести его в пласть. Они будут выполнять функции любой. Функции разрушителя на порядок лучше, чем наличие колонийной армии, колонийной конституции и так далее. Вот этот метод управления, как мы разработали англосаксы, он применяется уже несколько столетий во многих странах мира. И исключением не является постсоветское пространство. Посмотрите, это еще пример Армении. Я приведу пример маленькой по размерам страны Российской Федерации. Давайте вспомним, что из себя представлял ЕС. Это алкоголик. Который неоднократно вызывающий себя бьет на публичных дипломатических мероприятиях. Он просто позорил остаток Советского Союза под названием РФ. Позорил на весь мир. Как же так получилось, что человек, склонный к алкоголизму, оказался у вас, в России. И еще и методично выплачивал, и до сих пор Россия выплачивает дань своим колонизаторам. Это становится возможным благодаря такому понятию, как политика. Наша сегодняшняя тема – политика и политическая психология. Слышали наверняка, что есть такая наука. Она считается новой, формально считается новой. Называется политическая психология. На самом деле, политическая психология – самая древняя наука в истории человечества. То есть, с тех самых пор, как появились первые политики, с тех самых пор, как появились первые государства или государственные образования, политическая психология стала основной наукой, которая использовалась, используется и будет использоваться специальными службами государств или частных корпораций, сект, ультов, еще не важно, любой более или менее организованной структурой, у которой есть собственная специальная служба. «Посмотрите, что Петров говорит о политике?» «Политика?» «Политика – много интересов». «Много интересов?» «Кто такой политика?» «Кто такой политика?» «Кто, который больше злоб из зрителей». «Петром, ладно, послушаем, что об этом говоришь?» «Они, как основные ханга». «Генератива». «И людям открыть глаза, чтобы они понимали на происходящее, потому что задурили, более того, вот смотрите, как они хитро делают вот этот лозунг, без структурного управления, между прочим. «Русские, не занимайтесь политикой. Политика – это грязное дело. Грязное, вы не ходите в нее. Мы будем заниматься этим грязным делом вместо вас». «Ну, неужели это не очевидно? И наши русские лохи, и авне политики, как этот Паша Грачев, придурок, знаешь, вот, ну и чего?» «Армия, как это может быть вне политики? Ну, глупость же самая настоящая. Поле много тикос интересов. Политикос». «И если у тебя хотя бы два интереса есть, это уже много. Поэтому, если ты вне политики, значит, у тебя одна извилина в мозгу, потому что две – это уже много». «Нельзя быть вне политики. Ну, вот это навязывают, и вот они ходят. А, это политика. Ну, что, вот. Поэтому и имеем». «Кстати, это один из инструментов холодной войны. И когда самое главное в этой холодной войне – добиться чего? Чтобы опустили руки и не сопротивлялись. И поэтому весь негатив нам правду говорят. Вот по телевизору все беды, страдания, все рассказывают, да? Но смотрит человек на эту правду, и у него чего? Руки. А, все, стакан, Россия пропала. А им только этого и надо. Вне политики, сложите крылышки, не сопротивляйтесь, все, на России можно ставить крест». «Как так получается, что часто в политику бывают замешанные люди, моральный облик которых оставляет желать лучше? Бывшие, не только воришки, очень часто криминал оказывается на самом верху политических игр. Криминал становится ведущим в политических игр. Дегенерация, гомосексуализм сегодня стала вообще мировым стандартом. Как же так получается? Как так получается, что разрушительный элемент начинает вести ведущую роль в геополитике? Во-первых, прежде чем ответить на этот вопрос, давайте сами себе признаем. А мы, разве мы, что-нибудь сделали для того, чтобы так не произошло? Разве кто-нибудь из нас что-нибудь сделал для того, чтобы идиот Дегенерат разрушительнее оказался у власти? Ведь мы же не занимаемся политикой. Мы считаем, что это грязное дело, что это не для нас. Кто-то считает, что это ему не под силой. Кто-то считает, что это неинтересно. Задут те, кто хочет заправляться целыми народами, финансовыми ресурсами, особенно природными ресурсами. Они так не считают. Они начинают заниматься политикой. Поэтому надо сказать, что здесь, прежде всего, проблему следует искать нас самих. Но мы ничего не сделали за нашу, особенно 23-х годную историю независимости, в кавычках. Чтобы политики были нормальные люди. Ведь мы не занимаемся, каждый из нас более или менее считает себя нормальным человеком. И уверен, что зрители тоже так не имеют. Но они занимаются политикой. Дело в том, что для того, чтобы заниматься политикой, нам очень нужна начальная подготовка. Если ее нет, от этой начальной подготовки, что происходит? Ты становишься управляемым политиком. То есть именно тем, кем является большинство современных политиков. То есть мы смотрим, включаем экран на телевизор, и от речи многих политиков просто вызывают шок. Это неграмотность, неподготовленность, незнание теории управления, незнание вообще геополитики. Примитивное восприятие мира, узкое восприятие мира. Как так получается? Как так получается, что эти люди оказываются на вершине гласной пирамиды, при этом четко видно, что сами они никакого решения не принимают. Значит, кто-то за ними стоит, кто принимает решение. Аналогичная ситуация во всем постсоветских странах. Аналогичная ситуация наблюдается во многих странах Европы. Вы послушаете европейских политиков. Уровень просто ужасен, сам по себе. Их речи, их подходы, их заявления. Это отсутствие знаний из области самой политики сразу выталкивается наружу. А как так получается, что они там что-то вещают? Там голосуют в классе и так далее. Вот, к слову, идет в древней Греции человек, живущий в отрыве от общественной жизни. То есть, это идет непинностный показатель. Человек, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления. Значит, получается, что человек, которому наплевать, что происходит со своим обществом, это идиот. Из нас всех делают идиотов. Чтобы мы не вмешивали, чтобы нам было все равно. Чтобы каждый думал только о себе. Поэтому после этого не удивляйтесь, если вдруг ваша страна оккупирована, население вымирает, еды нет, денег нет. Включаешь телевизор, одни рожи даже делится. Не надо удивляться. Ведь мы же ничего не делаем, чтобы так не происходило. А мы должны делать. Но чтобы делать, нужно подготовиться. И вот, к сожалению, в вопросах подготовки нужна геополитическая школа. Нужны кадры. Их нет. Нет школы. Продолжим. Мы попытаемся ответить на несколько важных вопросов. Кто такие политики? Какие люди? Что движет людьми, чтобы они начали заниматься политиками? Итак, политика определяет отношения с другими субъектами политических интересов государств, корпораций, во всех сферах взаимоотношений. Основу политики отражает конституция или генеральное планирование крупных организаций в сослуженной иерархии. И многопрофильные структуры. Ну, прежде чем продолжить, хочу сказать, что особенно в Армении, да и вообще, я много путешествую, наблюдается такое явление. Собираются там трое мужчин, которые начинают обсуждать всю мировую память. Вы это видели, наверняка вы тоже на это обращаетесь внимание. Уровень обсуждения оставляет железвучего. Вопрос в том, что эти люди не понимают. Речь идет о целой науке, о целой сфере знаний, причем самой скрытой из истории человечества. Вот в чем дело. Но это одна из немногих сфер. Еще одна такая сфера – это дизайн, кстати. Когда ты не понимаешь, что речь идет именно о научных знаниях. То есть о серьезном, о явлении, которое требует серьезного изучения. О явлении, которое требует внимательности, информированности и ума. И вот когда собрались несколько мужчин, женщины обычно не обсуждают такие темы, но вот когда несколько мужчин собираются и обсуждают такую тему, они находятся в неведении. Потому что они думают, что они что-то в этом понимают. И именно это и есть инструмент бесструктурного управления. Когда через эфир телеканалов, когда через специальные методы манипуляции, а дземная тема, не разговаривали об этом, когда через бесструктурное управление. У массы людей создана иллюзия того, якобы они понимают, что происходит в мире. Ну, если уж все так понимают, что происходит в мире. Один раз я вмешался в такой разговор. Что же тогда все так плохо? Почему же тогда население в два раза упало? 40% нашей страны живет в нищете полной. То есть даже ниже уровня бедности. Ну, если вы все понимаете, что происходит, почему же тогда у руля власти криминал? То есть если все все знают, тогда почему все плохо? Что все все знают, но никто ничего исправить не может? Или не хочет? Если не хочет, еще хуже, значит урод. Значит люди это не понимают. У них создана иллюзия того. Это иллюзия, созданная искусственным образом. Иллюзия того, что ты во всем разбираешься. И вот эта проблема нашей системы образования, внедренная искусственно и целенаправленно. Речь идет о том, что существует определенная группа политологов, у которых есть соответствующее образование. Но они-то проходили то, что по книжкам. Они же не в спецшколах учились. Они же не в разведшколах учились. Они проходили публичную политологию. Они не изучали политическую психологию. Эти люди создают некий такой фонд, информационный фонд СМИ, по которому определяется дальнейший взгляд из страны на то или иное политическое событие. А основная масса народа, она обсуждает политическое событие на кухне или на работе. И здесь это невежество, оно становится массовым. И наша проблема в том, что убедить человека в том, что он вообще не понимает, о чем он говорит, о какой области говорит, невозможно. Единственное, что всегда в таких случаях надо говорить, если вы все понимаете, почему же вы не хотите исправить ситуацию. Или вы считаете, что это не ваше дело. Но если это не наше дело, тогда чего что удивляться, что нас убивают, добивают и будут добивать. Вот в чем дело. Представим себе, что солдаты, которые стоят на границе с Азербайджаном, один прекрасный день, утром встали и скажут, я все понимаю. Я все понимаю, но не буду стоять. Все понимаю, что нас сравнивают друг с другом, нас они уроды, они... Все я понимаю, что во всем вина там Путин или Обама, или вообще страна оккупирована, но я не буду здесь стоять. Можете себе представить, что произойдет? На следующий день все эти обсуждения на кухне и на работе будут проходить по дурам тулецкого автомата. Вот что произойдет. То же самое касается политики. Если неподготовленный человек влезает в политику, он становится инструментом манипуляции кого? Неких внешних сил, спонсоров, специальных служб. Итак, политики управленец. Любой управленец является политиком. Не каждый политик является управленцем. Я думаю, это понятно, да? Что если человек управленец, он разбирается в происходящих политических и не только событиях, и также способен управлять и направлять определенные процессы, но не каждый политик является управленцем. Политик сейчас-то может просто быть в балконе. Кубличный политик. Он просто болтает и ничего не делает. Откуда же возник этот политический фронт? Что толкает людей заниматься политикой? По-вашему, давайте скажу, что толкает людей заниматься политикой? Так, посмотрите. Жажда власти. Жажда власти. Комплексов. Комплексов. Друзья, положить машину нельзя назвать? Хотят положить? Народить государство предприятия общества. Значит, это из области, вот как раз это изучает политическая психология, кстати. Что толкает человека заниматься политикой? Значит, посмотрите, политик, как и любой человек, может быть созидательным и деструктивным. Созидательная политика и деструктивная политика. История показывает, что большинство политиков, они деструктивны. Но бывают и созидательные. Для своей страны, вот Киликийская Армения, да, есть повод, о чем гордился. Политики были там созидательными. Там деструктивный вообще не мог оказаться никакой власти. Ну, яркий пример. А когда мы говорим, что толкает человека, вот именно это что-то изучается со стороны специальной службы. И так, допустим, вам нужно повлиять на политика. Нужно повлиять. Нужно сделать его управляемым. Нужно его сделать марионеткой ваших органов. Что прежде всего, вот выспит служба государства. Что прежде всего надо сделать. Необходимо изучить, что толкнуло этого человека, да. Что-то, например, Порошенко. Вели Путин. Или Сверсаркисер. Что-то, что толкнуло. Надо, вначале ты выясняешь его биографию. Потом ты делаешь вывод. На базе его биографии, закрытых фактов, которые, как правило, о каждом человеке известны. Ну, в архивах, в спецслужбах, ну, там публично, там через Фейсбук не найдешь. Ты делаешь выводы, что этого человека, скажем, созидательное начало, он собирается созидать. Значит, на него надо влиять так-то. Или, если у него, например, комплекс власти, комплекс неполноценности, то, чтобы сделать его управляемым, нужно повлиять на эту политику так, чтобы, например, подпитать его эго. Например, хвалить его, медали давлять. И вот недавно была одна очень интересная передача про Брежнева. Брежнев был некий комплекс. Он сам себя постоянно выдавал медали. Советские, значит, страны, не страны СССР, не республики СССР, а страны Варшавского пакта, Вегрия, Чехословакия, Югославия, я извиняюсь, не Югославия, а Польша. Они быстренько, и Румыния еще, они быстренько смекнули, что так можно у Брежнева выбить множество преференций, экономических и так далее. И начали у себя печатать награды для Брежнева. То он, герой такой-то страны, постоянно ему награды давали. Вот страны, СССР, и это работало. Вот это изучает политическая психология. Где слабая точка человека? Если у него есть слабое место, за это слабое место можно схватить и манипулировать. Причем он реально набрежен в этот республик. А это руководитель. В одной шестой части суши, самое сильное экономическое и военное отношение державы мира, этим человеком сразу смекнули простые, простые жители сразу смекнули, как на него уберяется. Это вот яркий пример того, как, если ты определяешь источник, причину того, почему человек стал политиком, ты можешь выявить способы оказать на него давление. Кто такие политики? Созидательный политик ищет счастье, то есть самореализуется таким образом в общественном сознании. Дегенеративный политик борется с собственными комплексами за счет общественного сознания. Вот две большие разницы. Созидательный политик – это тот, который хочет творить, создавать, создавать. Он чувствует себя лучше, если окружающий его мир становится немножко лучше. Есть такие люди, есть человек, у которого такой мировоззрение, такой круг восприятия. Он себя хорошо чувствует, если рядом с ним еда. Все, значит, жизнь удалась. Более широкий круг восприятия – человек себя хорошо чувствует, если его народ себя хорошо чувствует, если его общество стало немножко более лучше жить. Дегенеративный политик, он с детства прикормленным комплексом. Это комплекс неполноценности, но в основном, который выражается в жажде власти, в жажде денег, в жажде славы и вообще разными жаждами. И он пытается реализовать свой комплекс за счет чего? За счет общественного сознания. У всех политиков есть одна общая черта – желание переноса собственного мировоззрения в общественную среду. Вот у всех у нас, кстати, есть такая черта. Мы являемся носителем концепции справедливости. Мы считаем, что жизнь устроена несправедливо, можем это доказать. Мы хотим нашу мировоззренческую концепцию принести в общество. Чувство согласия с собой только в той среде, где есть влияние данного мировоззрения. Например, в либеральной среде мы себя чувствуем очень неуютно, потому что либерализм – это отсутствие идеологии. Это идеология, которая предполагает отсутствие любой идеи, любой идеологии. Дальше идет колоссальная разница. Это в момент. Политика, как возможно, созидать подразумевает жертвуность. Если ты собираешься созидать, тебе придется пожертвовать личным временем, деньгами, усилиями. И так далее. Политика, как возможность самоутверждаться. Для некоторых политика – это бизнес, способ заработать. Политика, как возможность мстить обществу. Да простят меня наши цензурные СМИ, но речь идет прежде всего о педерастах и подобных извращенцах. Как раз они, рожденные в дегенеративной среде, обиженные с детства, ненавидят весь мир и все человечество. И для них политика – лучший способ принести их мировоззранческую концепцию на здоровое общество наложить. Поэтому и возникает гендерная идеология, всякие там кончиты и так далее. Потому что в политику пробрались педерасты. Более всего, я вам скажу, в США сегодня даже невозможно сделать крупный бизнес, если ты в один прекрасный день не преклонишься к педерастам. Например, глава Apple не является педерастом. Но его попросили, чтобы он так сказал. Это был пиар-ход. Если он так не сказал, он бы не стал говорить. Или перестал бы говорить. Значит, политик созидательный – это жертвенность и созидание. А политик деструктивный – это четыре жажды. Жажда власти, жажда денег, жажда славы и жажда плоти. Вот такие люди в первую очередь стремятся в политику. И мы ничего не делаем для того, чтобы этого не произошло. Поэтому не надо удивляться, что это происходит. Не надо удивляться просто. Ведь мы же ничего не делаем для этого. Вопрос. Какова гарантия, что люди с различными психологическими проблемами или психическими заболеваниями не придут к власти? Существует ли закон, который позволяет исключить появление людей с разрушительной психикой уровня власти? Есть такой закон? Нет. Какова гарантия, что человек, который начинает заниматься политикой, лишить зафренией? Не садить. Не такой. Где эта гарантия? Ее нет. Более того, даже если будут законы проконтролировать, что ты хочешь садиста к власти, невозможно. Поэтому для того, чтобы этого не происходило, к власти, к политике, к госструктуре должны стремиться в полицию, в армию, должны прежде всего стремиться нормальные и порядочные люди. А они должны это воспринимать как обязанность. Потому что если не сделает этого порядочный человек, это будет делать садист. И завтра милиция, вместо того, чтобы тебя защищать, будет тебя бить. Простой пример. Потому что в милиции окажется садист, который просто хочет воспользоваться возможностью закона, чтобы побить невинного человека. Не надо употребляться. Что изучает политическая психология формально? Итак, мы поговорили очень коротко о явлении политики. Теперь самая интересная часть – политическая психология. Политическая психология… Ничего не видно, да? Это междисциплинарная наука на стиле психологии, политологии и социологии. Основная задача – изучение закономерности политического поведения и сознания. Предметом изучения политической психологии являются психологические компоненты политического поведения человека, касающиеся проблем как внешней политики, так и внутренней. Вот тут, видите, в Википедии написано. Политическое участие, дискриминация меньшинств, проблемование политических ориентаций. Якобы это новая наука. На самом деле это самая-самая-самая древняя наука. Итак, то, что вы найдете в учебниках, это вот как раз это, политическое участие, дискриминация меньшинств, формирование политических ориентаций. На самом же деле, что изучает политическая психология на самом деле? Политическая психология изучает методику подчинения политиков чужой воли. Методика изучается в специальных службах. Это не обязательно в специальной службе государства. У любой крупной финансовой структуры есть собственная разведка и контрразведка. Обязательно все это изучается. Это целая наука. И вот вам яркий пример. Этот пример привожу постоянно. Например, начиная от движения рук, кончая взглядом, движение головы, имея влияние на так называемый «электорат», как говорят. Например, когда политик говорит вот так, вы заметите, кстати, я недавно СССР-50 уже начал вот так говорить, руки вот так. Ты более внимательно его слушаешь, создаётся впечатление, что политик говорит более уверенно. Если ты сидишь в диалоге, руки у тебя расставлены вот так, создаётся впечатление о том, что ты более уверен в том, что ты говоришь. Это не означает, что ты уверен в том, что ты говоришь, но на того, кто тебя слушает. Потому что Путин проходил одну из лучших в мире школы развития ККБ. В ККБ всё это изучалось досконально, детально, все эти приёмы изучались. Ну, не только речь идёт о движении рук, речь идёт о таких простейших приёмах. Когда человек врёт, он старается прямо не смотреть определённые движения куда-то здесь. Но это такие приёмы, которые вы даже и в обычных книгах найдёте. Но другой простой приём – это, вот Тигран написал очень хорошее видео, это иллюзия выбора. Когда политик, хороший политик, он должен быть ещё и хорошим разведчиком, он убеждает человека напротив, что тот сделал сам определённый выбор. Вот простейший пример. Этот ролик, ты мне высылал, нет? Видео поставим на монтаж. Если ты разговариваешь с человеком и попросишь его быстренько сказать, как слово лихо-число, быстро сказать, человек, он не будет угадывать число внутри. Он постарается вокруг посмотреть, и то первое число, которое увидит, где-то вокруг, он это число назовёт. В большинстве случаев это так. Это способ бесструктурного влияния. Но он даже может не заметить, что он где-то заметил такое число. Скажет вам это число, и вы можете сказать, а я знаю, что ты это число загадал. Или если ты его попросишь, в уме загадать такое число. Вот это простейшие приёмы, которые используют иллюзионисты. А спецслужбы их используют совсем не для таких целей. Так можно создавать иллюзию выбора. Когда человеку кажется, что он совершил выбор, но на самом деле выбор за него был заведомо определён. Итак, политическая психология изучает методику подчинения политиков чужой воли. Если... Дальше. Для этого изучаются особенности личности. Выявляются слабые места, определяются методы влияния на слабые места. Сейчас мы вам расскажем о самых таких простых приёмах. Например, какие ловушки очень популярны, используются со стороны спецслужб для политики. Медовая ловушка. Медовая ловушка наверняка слышали. Слышали? Медовая ловушка – это когда изучается, какой тип женщин нравится политики. Досконально изучается. С ростом. Да. И подсылается такая девушка, которая влюбляет в себя. Это целая спецоперация. Не думайте, что это так легко. Но изучается эта методика, подсылается, соответственно, и очень многие, к сожалению, даже в советском ККБ на эту ловушку попадались. Послы очень часто попадались на эту ловушку. Как правило, в начале, с помощью этой девушки можно узнать множество важных информаций от политика. Очень часто даже секретные. Например, была такая операция ККБ, когда японскому послу подослали любовника к гомосексуалистам. Это выявила советская разведка. Послал, значит, любовника к гомосексуалистам. Тот не вот так влюбился, что огромное число военных секретов в БАС в США раскрыли, которые знали. Эго-ловушка. Просто лучше. Эго-ловушка. Эго-ловушка для мальчиков с комплексом неполноценности, которым уже под 100 лет. То есть они выросли, но остались там 14-летним лучшим. Он все время хочет доказать, что он лучше. Что он там дедушкам нравится. Или что-то вроде этого. Эго-ловушка. Способ подпитать эго человека. Эго у нас у всех есть. И на всех эта ловушка так или иначе действует. Но если ты знаешь, что есть такая ловушка, если ты занимаешься политикой, ты должен знать, что по отношению к тебе все это будет применяться. Если у человека комплекс неполноценности, значит этот комплекс можно подпитывать различными способами. Нужно найти, что подпитывает его комплекс. Например, у Брежнева был такой комплекс, и он реально подпитывался наградами. Вот он хотел, чтобы он был там номером один. В истории остаться хотел. Но остался с юмором, конечно. Следующая ловушка вины. Когда человека, ловушка вины, когда человека ловят на комплексе вины, убеждают человека в том, что он виновен в том или ином событии. Если у человека сильно он эмоциональный, у него есть совесть, то мы все обязательно в чем-то приеме виноваты. Например, можно сказать, что мы виноваты в том, что дети голодают, потому что могли бы им послать что-нибудь, да не послали. Например, это такой простой пример, привожу. Ловушка вины, она к эмоциональным людям применена. Если человек эмоциональный, но он занимается политикой, импульсивен, импульсивен я справляю. Эта эпизодика будет применяться обязательно в составительской службе. И ловушка измены собственного мировосприятия. Ну вот, представьте себе, что человек пропагандирует там за нравственный образ жизни, за то, за сё, а сам не является носителем такого образа жизни. Например, человек призывает бросить курить в шеф. Он сам курит. Вот такой простой пример. Ну, он говорит тайно, чтобы мы других не знали. А его на этом поймали. Ну, это такой простой пример. То есть, человек, который проталкивает определенные диалоги, или определенные мировоззрения в мир, а сам является в своей жизни противоположным явлением, то ничего хорошего из этого не получится. Человеку ловят, снимают, фотографируют и, например, потом этим шантажируют. Яркий пример шантаж измена собственного мировоззрения с помощью взятки. То есть, есть случаи, они зафиксированы, есть даже официально подтвержденные случаи. Как человека ловят на взятки, которые он не брал? То есть, он вроде как участник политик, но к нему приходит на диалог определенный, скажем, бизнесмен или кто-то, предлагает что-то, на что ты говоришь нет, потом он предлагает тебе взятку, ты ему говоришь нет, он все равно снимает пачку денег, ставит ее на стол, это все снимается и уходит. Ты берешь деньги и говоришь, стой, стой, деньги забыл. Это все снимается, потом делается монтаж и потом ты становишься взяточником. Вот такой пример. Это ловушка измены собственного мировоззрения, если ты, например, поешь с коррупцией, ты можешь поймать на коррупции. Поэтому, если ты не подготовлен, лучше вообще не заниматься политикой. И криминальная ловушка. Ну, криминальная ловушка, я думаю, уже мы понимаем. это самые простые приемы, которые используются, но не то, чтобы подкинуть наркотики, потому что, когда политик ловит на то, что у него дома нашли наркотик, уже даже ребенку в детском саду ясно, что ему подкинули наркотик. Криминальная ловушка, это когда устраивается такая череда аварий или определенных событий, когда политика оказывается в центре некого криминального скандала. Причем, это очень профессионально готовится, как правило, такие сценарии. Поэтому, чтобы избежать криминальной ловушки, нужно понимать, чем влиятельнее политиком ты становишься, тем больше вероятности того, что все эти ловушки будут по отношению к тебе применяться. Если ты попался на одну из этих ловушек, ты становишься управляемым, то есть потом начинает тебя шантажировать. Кто? Те, кто тебя поймал на эту ловушку. Это могут быть специальные службы, в основном это спецслужбы, в других случаях это, конечно, и любители тоже бывают, которые так делают. И, наконец, откуда у политиков деньги? Вы вообще задетели, чтобы политики богатые живут? Я вас, кстати, давно заберется, вы еще маленький был. И вот думал, врач понятно, как зарабатывает, космонавт понятно, как зарабатывает, там, кто еще? Учитель, в конце концов, программист, как зарабатывает. Все понятно, а политик как зарабатывает? Вообще, откуда у политиков деньги? Вы никогда не задумывались правильно? Значит, есть такая поговорка, если ты не будешь, народ, который не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужих. Слышали? Политика важнее даже армии, потому что политика обеспечивает внутреннюю безопасность страны. Если народ, который не хочет кормить собственных политиков, будет кормить чужих. Теперь вопрос, кто из нас финансирует хотя бы одну, или одного политика в Армении? Да никто. И что же получается? Практически все политическое поле нашей страны поделено между сверхъезжавыми. Вот так. Все очень просто. Любой политик так или иначе подпадает под влияние того или иного спонсора. Спонсор представляет ту или иную страну. Страна представляет исключительно свои интересы. Политик может быть честным, порядочным, но ему-то надо на что-то жить. А почему все так происходит? Потому что мы, как частные люди, в жизни политикой не займемся и не будем финансировать наших политиков. В итоге за нашу армию мы налоги платим, а нет ни одного закона, скажем, чтобы 1% всех зарплат уходил бы на финансирование, я не знаю, какой механизм должен быть, но на финансирование вот именно армянских политиков. Нет же такого закона. Закон. А? А что если не я? Если я это не буду финансировать, а кто тогда будет политиков дофинансировать? Будут финансировать иностранные специалисты. Вот не надо удивляться. Все это настолько естественно и настолько логично. И что же получается? Армия на тебя вроде как есть, а армия это политики управляет, а политиков у тебя нет. И получается, что твоя армия не управляется изнутри, оно управляется политиками, которые управляют из них. За редким исключением, почему говорю за редким, потому что исключение действительно есть. На всем постсоветском пространстве политики финансируются западная метрополия. Западная метрополия это англо-саксонская империя. Если кто первый раз, чтобы знали о чем лет. Переиграть такую систему может только профессиональный разведчик, хорошо владеющий достаточно общей теорией управления и приемами политической психологии. Переиграть, то есть внедриться в эту систему исторически регулярно производим. Хорошая разведчика уже. Кстати, вы заметите, в нашем армянском руководстве, в российском, в белорусском, очень много бывших ККБшников. Поэтому не все так ладно с западом, поэтому постоянно какие-то споры, поэтому постоянно какие-то санкции, поэтому и Армения постоянно в маневрирующем состоянии, потому что очень многие политики, несмотря на то, что казалось бы были управляемые, оказалось, что они тоже умеют вести свою собственную игру, даже за чужие деньги. понятно все. Я хочу осознавать жрецы и политики сказать, упоминалось жрецы и политики. Значит, миром правят политтехнологи. Не жрецы и политики, но просто некоторых называют жрецами. На самом деле это политтехнологи, это профессия, нужно профессионально этим заниматься. Все остальное, вся остальная политика, это следствие работы политтехнологов. Поэтому настоящая власть, она всегда была, если будет в руках политтехнологов, которые в теориях различных и есть, в частности так называемые теории заговора, там называют жрецами. На самом деле речь о самой обычной политтехнологии. Это надо обязательно понимать, что речь идет, когда говорят жрецы, имеется ввиду политтехнологи. И под конец мы поговорим об обратном процессе бесструктурного управления. Что такое обратный процесс бесструктурного управления? Ну, что такое бесструктурное управление, мы уже обсуждали. Обратный же процесс в чем заключается? Дело в том, что мы, когда говорим политика, это грязное дело. Вообще грязным любое дело становится, если занимаются грязные люди. То есть люди аморальные, люди безнравственные, люди, не имеющие тяги справедливости. Если порядочные люди будут заниматься политикой, в политике все будет нормально, и совесть будет, и нравственность будет, и интересы будут в рамках адекватного восприятия. Если директором предприятия становится жадный человек, предприятие начинает покидать. В какой-то момент оно может расцветать, чтобы тут обогачиваться, а потом начинает растрачивать деньги. Я через все это проходил, потом еще работал в различных. Итак, обратный процесс безструктурного управления под обратным процессом. Понимается то, что мы знаем, что безструктурного управления осуществляют политтехнологи. Обратный процесс это методика влияния на политтехнологов. То есть ты не можешь, у тебя нет СМИ, у тебя нет инструментов, с помощью которых ты можешь на массу людей повлиять. Значит, надо сделать следующее. Необходимо вывести, кто влияет на массу людей, кто принимает решение, найти способ повлиять на этих людей, чтобы они сделали нужные тебе шаги, чтобы изменили методику беструктурного управления. Вот это очень важный момент. Итак, если есть безструктурно, против лома нет плен, если нет другого лома. так что всегда есть еще и обратный процесс. представьте себе, что СМИ, все СМИ нашей страны и не только наши принадлежат небольшой кучке людей. Именно эти люди определяют политику телеканалов и именно через эти телеканалы разращаются население. Что нужно сделать для того, чтобы телеканалы изменили политику? Необходимо выявить, кто определяющим решением влияет на политику телеканала. Обычно эти люди живут за границей, потому что страна оккупирована. Найти этих людей за границей, создать такую информационную атмосферу в сети интернета или посреди посреди слухов, согласно которым телеканалу будет хуже, либо он должен изменить свою политику на совпроведение, вещание, редакционную политику, либо ты создаешь соответствующий фонд, даешь ему понять, что у тебя есть методы давления на этот телеканал. И они принимают решение, всегда получается какая-то золотая середина. То есть поскольку сам ты не являешься, не обладаешь инструментами массового бескультурного влияния, ты либо их создаешь, либо находишь людей и через них влияешь на эти процессы. Например, мы это делали неодно крок. В стране законы меняли. Законы меняли благодаря тому, что был создан правильный информационный фонд. И тогда уже люди, которые отвечают за закон, они понимают, что подделать с этим информационным фондом уже ничего нельзя. А информационный фонд существует, потому что когда ты говоришь правду, правда она заразна, она очень быстро распространяется. Чтобы ложь распространить, нужны огромные расходы. А правду даже по слухам она очень быстро охватывает огромные территории. Поэтому, чтобы этого не происходило, у людей отобрали наши золотые пять минут. Мы всегда говорим, для того, чтобы понять, что происходит, нужно думать пять минут, всего лишь пять минут. Но эти несчастные пять минут у нас отобрали. Никто эти пять минут не выделяет. Вот, например, произошло страшное убийство в земле. Я думаю, все предположения уже и официальные предположения. Официальные. Что он действовал не один. Вот, если есть вероятность минимальная, что этот парень действовал не один, значит, всех его пособников надо обязательно поймать и казнить. Высшую меру наказания дать. Если это не смертная какая-то, то пожизненное заключение. Если он действовал не один, а то, что он действовал не один, вероятность очень высокая. Вы помните, мы сказали, что речь идет о серии спецопераций. То есть, начата серия спецопераций против Армении. И вот подтверждение уже приходит. Это было первое событие, а по законам и структурному управлению нужно еще девять было. Чтобы десять событий ты сам провоцируешь, потом уже процесс идет сам по себе. Идет разжигание межнациональной розни. Очень простой пример. Дальше прошло убийство в Минводах, когда Арменин убил русского, там в Минводах антиармянские настроения быстренько пошли. Пресса разогрела, как следует. Значит, здесь одно, там другое. Это второе событие. Третье, значит, немножко проваленное, но тоже произошло. Полная дезинформация. Якобы российские военные из Абхазии напали на восемь азербайджанских семей. Напечатала вначале азербайджанская эспрессо, потом грузинская вся. Пошло официальное опровержение. Во-первых, от самих этих армян, на которых не нападали. Во-вторых, от МИД и так далее. Но это опровержение напечатали только в одной газете. А опровержение пришло, то есть на нас не нападали. Это была обычная дезинформация, но, видимо, готовилось реальное нападение, но там сорвалось или что-то не получилось. И что? Если ты хочешь, еще будет, еще 7 будет. Еще будет 10 10 10 10 10 10 раз ты провоцируешь однотипное событие, люди подхватывают. Это неписанные законы психологии. То есть это изучено в методах манипуляции массовой. Конечно, может быть 10, может быть 11, но факт в чем заключается? Если ты хочешь разжигать национальную ненависть, ты берешь одного снайпера, один выстрел сюда, один туда, один сюда, один туда. и так 10 раз. А потом люди начнут друг друга резать, убивать, страдать, голод. Вот Украина, вот яркий пример. Чтобы понять, что это так, нужно подумать всего лишь 5 минут. Но эти несчастные 5 минут у нас отобрались. Этих несчастных 5 минут никто не выделяет. Неужели непонятно? Одного снайпера берут, стреляют с двух сторон. Эта технология применяется 3000 лет. Никакого гипноза, ничего сложного, никаких сверхтруков. Это простейший прием, который можно объяснить даже ребенку. Он даже в детском саду применяется. Но этот прием действует. Он не будет действовать, если каждый гражданин страны 5 минут подумает. 5 минут выделяется. Эти 5 минут человек не умеет. Зато могут собраться трое мужчин обсудить, что они устройство планеты, чувствуют не так последние звезды галактики, все знают. И эти же мужчины завтра пойдут возьмут оружие и по принципу геструктуры управления будут убивать друг друга потому, что кто-то так захотел. Так вот наша задача. Во-первых, убедить людей в том, что они заблуждаются. И что им нужно выделить 5 минут чтобы подумать и понять как их будет. Вот. На сегодня пожалуй все.